Привет! Эд Рибуар! Недавно мой подписчик Страфбэри Снэйк закинул мне донатик, за что ему огромное спасибо, где попросил меня посмотреть ролик с канала Чак Ревью, рекламный кринж от Бургер Кинга. И я тут подумал, вы меня очень часто просили посмотреть Чака на канале, поэтому я записываю реакцию на этот видосик и надеюсь она вам понравится. Если да, то поставьте, конечно же, лайк под роликом, обязательно напишите комментарий и я, возможно, продолжу делать реакции на Чака на постоянной основе. Так что погнали смотреть, уверен, что будет офигенно. Погнали. Ну что ж, мы наконец-то закончили киномыло по личу, теперь самое время пройтись по творчеству, ля-ни-да-гай-да-я. Так. Алло? Алло. Опять про Бургеры, я больше не могу этого делать. Почему? Мы только ездили в последний раз. А что в последний? Не, меня Страфбэри еще попросил посмотреть по KFC и по Макдаку, и я запишу на них реакции на канале, если здесь будет много просмотров. Но почему в последний? Есть, например, Блэк Стар, бургер какой-нибудь, может быть, есть еще какие-нибудь бургеры, поэтому... Не последний, сто процентов. Я уверен, что будут еще бургеры. Так. Аааа, шит! И мы снова. Странные рекламы Бургер Кинга. Приветствую. Здорово. Тут даже глубоко копать не нужно. Мы и так прик... Там Футурама, что ли, на него на полках? Мы знаем, что Бургер Кинга какой-то... И Финкикс вижу. АТАС, а не рекламная кампания. Ну, согласен. К нам в группу прислали... Ой, да... На донышке, я помню это. Необъятный, огромный. Какие очки. Очень страшное количество рекламных баннеров по всей России, многие из которых, думаю, вы и сами... Интересно, вот эта реклама на кого-нибудь работает? Типа, смотри, не обострись. О, все, пошел сразу жрать эту штуку. И нет. Я на нее смотрю и такой, не, я не хочу ее кушать. У меня до сих пор глубоко в сердечке застрял баннер на биотуалетах с надписью «Давай по-большому». Ну и реклама тоже была достаточно. Старые добрые курочки с яйцами. Ой, мерзость. Метанка-бургеры. Мне непонятно, почему у этих людей черные буки ассоциируются с танками, и почему один из танков вот-вот снесет башку к кассиру. Это совершенно неправильно. Лучше окунуться в мир нормальной военной техники. Ну, я так и думал, что это подводочка к игре. В данном случае начало... Круто и бонусы начало. Нормально. Погнали. Ой, господи, странный был звук такой. Стоит обратиться к японцам, ведь все самое... Эту рекламу я сто процентов видел. Поехавшая начинается с изиатом. Который чувак открывает такой рот и бургер заглатывает. Вот это у него глотка. В данном случае перед нами чувак, который взял себе огромный такой пельмень, но забыл. Я бы такой сожрал, но у меня он в рот бы точно не поместился. Даже просто откусить. Не то, что захлопить. Так. Пополз. А почему им... Как рыбка! Выбросился на сушу, блин. Ну зачем? Это было шикарно. Ты это делаешь? Пайлы в бургерки не всегда грязные. Будто на них настали. Этими сахами же и помыли. А он чистенький, да, до сих пор. Ты можешь просто подойти и стырить. Да. И что ж, хватай и беги. Что ты... О, нет. Вон сам, походу, удивился, как он так рот открыл. Мерзость. Это какой-то харассман головного мозга. Таких бургер-глотателей не должно существовать на белом свете. Он даже не жует. Какой в этом смысл? Ну, он как это, как его, как змея. А, кстати, смысла вообще никакого нет. Потому что же вкус появляется, когда ты жуешь. Если ты проглотишь это все, то вкуса никакого не почувствуешь. И реально, смысл какой? Я даже об этом не думал, кстати. Даже Владос Савелев делал два укуса. Но у тебя же просто изнасилование здравого смысла. Мужик, я бы на твоем месте бежал. А то он тебя еще сожрет. Так эта криповая жопа еще и выебываться начинает. Вдобавок, создатели рекламы награждают его еще одним вопером. А не смитница. Каких это поран у нас герой. Ну, зашибись. Чисто прославляем какого-то вора-мутанта. Ай-яй-яй. Как нехорошо. Чтобы окончательно перейти к российским шедеврам, стоит понимать, что странно... А, в России тоже были странные бета-рекламы, да? Но и ненормальная реклама появилась вначале вовсе не у нас, а в Штатах. Так давайте посмотрим, что они могут нам предложить. Давай. Случайно так в пустой вагон две фотомодели зашли и больше в поезде никого. Ну, вы знаете, это американская метро. И тут он достает свой лом. Не, я аналогию сразу понял, но это такой кринж. Извольщенцы. Хуй, прикольно, да. Девку тоже уносит разнос. Жаль у нее своего сухаря в форме палки не оказалось. Пасе, не довернись, блин. Ой. Опа. Я не тебе показывал. О, эти какие-то маленькие, иди отсюда. Он дрочит лонгером. Я не знаю, кому вообще показалось морально-эстетичным представлять свои бургеры метафоричными фалосами. Занесите свою копилку дрочилку. Это, конечно, отличная идея для хента экранизации, но все равно перебор. Согласен. Что, что-то смущает? Да нет, ты бургер, да? Да я просто бургер открываю, вы че? Блин, это шикарно. Новые лонгеры из Бургер Кинга. Сто баксов. А теперь цедили еще больше море тестов. Ммм, Бургер Кинга. Я такой море не хочу, спасибо. Ладно, настала пора патриотизма. Да, реклама была, конечно, пошлой. Но я уверен, что российские маркетологи могут принести свою сексуальную изюминку. Ведь русский такой... Хватит вечно выбирать между одним и другим. Теперь оба и сразу за 200 рублей. Серьезно была такая реклама? Что? Твою дивизию, Заза Наполе, ты ли это? Наггетсы для... Кто? Кто это? Что? Твою дивизию, Заза Наполе, ты... А кто это? Вообще не знаю такого персонажа. Или это? Наггетсы для Анжелы. И вопер для Сереги. Два за 200, выбирай, сочитай. Это что получается? Сия Мадам может атаковать и в хвост, и гриву. Походу, да. Надеюсь, речь не идет о гермафродите? Ну, блин, это странно. Это неправильно. Вот несет маркетолог список своих креативных идей шефа. Неужели глава не задался вопросом? Немножко текст по-дебильному написан. Блонди Бонд, конечно, красиво. Но не забывайте о лонгерам между ее ногами. Хе-хе-хе-хе. Хорош. Можешь чекен-филе? Два чекен-филе. Ну, я так и думал, что это место сисок. Курядиться можно? А вы помните чекен-филе в Бургер-Кенге? Из натуральной филе грудки. Но грудки... Ха-ха-ха-ха! Тут оказывается две аналогии, да? Не, не поняли, сиськи, смотри, наш Зан напоминает два бургера, на сиськи, они тоже круглые, сидят в печать. Фига себе, пятого размера, это какая-то такая огромная, что ли, будет? Блин, да я хочу такой бургер. Жалко, они не такие. Они могли сделать всё, что угодно. Равлить над тем, что эти бургеры едят агурманов, что их подают в элитарных ресторанах с перчатками, что там курица с коровой забавно убегают от бургеркинга, но из них всё равно создают котлеты. Похвастаться, что ингредиенты делаются из натуральных, российских продуктов. Но единственное, что бургеркинг делает, это сравнивать вонгеры и бургеры с письками и сиськами. И рекламировать их до кучи может трансвестит. Почему же вы сразу не шутите, что сыр из вашего бургера, сырный джо, похож на подзалупный шварож... Нет, я не хочу такую рекламу, ну представьте, она есть или будет. Ладно, что там ещё? Вы же помните эти замечательные музыкальные клипы из KFC, да? Так вот, бургеркинг тоже может музыку. Как вам реклама мороженого за 15 рублей из-под залупа коня, а? В современных реалиях это, конечно, кажется дикой фантастикой. В бургеркинг летний день за 15 рублей каждый сможет рожок получить. Для себя и друзей, для семьи и детей каждый сможет рожок получить. Я поздравляю ваш мозг, он будет напевать эту песню с завидной регулярностью. О, нет, слава богу, я её уже забыл. Хорошо, что рожок ничего вам, дорогие мархеологи, не напоминает, но хуже этого может быть только... Тагицы, тагицы, всего 69 рублей. А ещё нельзя было найти, кто поёт хотя бы получше. 9 штук наггетов, только в Бургеркинг! Что это за лупа? А? Почему нельзя было нагнять людей, которые реально нормально споют? К тому же наггетов в Бургеркинге говно. Мне кажется, если вы себя плохо будете вести и внезапно попадёте в ад, то эта песня там будет играть на репитиях. Скорее всего. Зачем они вообще это сделали? Ну, мысль понятна. Была задача показать, что народ заучил эту песенку про наггетсы. И я не знаю, может это настоящие посетители заведения, но всегда можно было бы сжахнуть их голоса автотюном, потому что звучит это как бескусица, слепленная за три копейки. Согласен. Да, Бургеркинг, конечно, очень сильно чудит. Но ведь когда речь заходит за телевизионную рекламу, то мы скатываемся к очень грустному и унылому зрелищу, которое начинает харасить нас цензурой. Ну, на самом деле так и есть, ведь реклама с яйцами является запрещенной, как неоднократные насмешки над Макдональдсом. Это Мак. Запрещенная только из-за насмешек? Я думал из-за яиц, ладно. Когда-то он был популярен, но его время прошло. Далее от Мака попробуйте. Я сначала не допел, думал, там реально про Мак говорят, а это про Макдональдс и вот тормоз. Легендарный лопер. Вот и остается им только пугать нас. Недавно наткнулся на такую штуку, как ядреный вопер. Просто гляньте рекламу и поймите, как они обращаются со своей продукцией. Давай. Раз, два, овощи заживо режут сперва. Три, четыре, кровавое мясо. Че за жесть. Кто вообще после вот этой рекламы пойдет покупать этот вопер? У меня что-то аж мурашки по коже, как будто я фильм ужасов посмотрел. Кровавое мясо. Не, Эдибар неоднозначно умеет оттолкнуть от своего продукта. Этот зомби-бургер и так выглядит, как тухлый кусок говна, а только реклама добавляет огонька. Да! Here's a motherfucking burger. Новый проперженный бургер с помятой булкой вонючкой. Это серьезно, вот эта вот фигня? Он должен быть зеленым, а здесь он какой-то желто-больной. И какашками похожий на сдувшуюся сиську только в Бургер Кинге. Ладно, вам может показаться, что я как-то слишком сильно доезжаю на Бургер Кинг, но это не так. Да, мы можем долго содрогаться, офигевать от их кринжовой рекламы, но не стоит забывать, что это спланированный маркетинг и реклама, вызывающая у вас негативные эмоции. Это тоже эмоции. Согласен. Это отпечатывается у нас в мозгах, по всему они знают, куда давить. И именно поэтому в их группе ВКонтакте такая огромная аудитория. Они бьют конкурентов... Потому что в группе ВКонтакте они тоже постоянно пастят всякие мемчики и это ржачно бывает. Ровят стылов. Зачастую у них это получается, зачастую нет. Но раз мы обсуждаем это и офигеваемся этого, значит их реклама работает. Видите, на какой позитивной ноте я заканчиваю видос? Все потому, что слишком много злобы, желчи и непонимания в последнее время. Мне это надоело. И более того, наша фастфудная трилогия подходит к концу. Это значит, не только мы заканчиваем... Я, как обычно, начинаю с самого последнего ролика. В этом весь я... ...с этой тематикой, но и с голубым ядом, в частности, на время. Я стал чувствовать, что немножечко стал уставать от этого формата, а следовательно, ему нужен перерыв, а потом уже и апгрейд. Так что на этой бургерной ноте... Это когда был ролик? В девятнадцатом году. После этого ролика он вообще вернулся к голубому яду или нет? Напишите, пожалуйста. Спасибо за внимание и обязательно посмотрите новое киномыло про Дэвида Линча, потому что мы очень сильно старались о просмотрах там крайне мало и это будет в нем печаль. Но, тем не менее, попробуйте. Так что оставайтесь на связи. Спасибо за внимание, вступайте в группу, пальцы вверх, за нами не заржавеет. Всем пока. Там что-то в конце должно быть. Что такое? О, мне прислали еще одну рекламу с официального канала Бургер Кинга. Ну-ка. Наггетсы, наггетсы, всего 69 рублей. Я чуть не пересрался, нафига так делать. Мне его даже жалко, когда стало. Ну что ж, ладно, спасибо за внимание. Надеюсь, не отбил вам аппетит этим видосом. Стоп. Да нет, ролик получился просто восхитительно. Я от души поржал. Огромное Чаку спасибо за то, что он делает такой контент. Огромное спасибо Страфбэри Снэйку за то, что меня не на него задонатил. Но если вам, друзья, понравилась моя реакция, не забывайте ставить под ней лайки. Да, конечно. Если здесь будет очень много лайков, то я продолжу снимать реакции на Чако Ревью. Так что, все зависит именно от вас. Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Ну а с вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok